Добрый вечер, друзья! Рад вас видеть здесь живыми и здоровыми. Несмотря на сумасшедшую погоду, что вы здесь, очень рад. Спасибо, что пришли. Ну, мы продолжаем. У меня не удалось с войной в Ваганской покончить в прошлом конце, зимний первый. В этом постарались все допеть до самого конца, до 89-го года, и все, что потом касалось войны. Но сначала я хотел бы вам поздравить с действительно всенародным праздником, кто бы там чем ни говорил. Но пограничные войска, древнейшие войска, которые с незапамятных времен стояли на порубеже России. На заставах, на засехах, засадах, на гурганах, разъезды. Все это было, поскольку всегда на нас кто-то бес и кто-то пер. Со всех сторон, со всех четырех частей света пограничные войска. Даже на севере, вот сейчас там группировка как-то создается, да, в распоряжении Путина. Вообще заполяли. Но они стояли в отечественную войну, они были там раньше, примерно 60. И на юге до плюс 60. И сейчас они стоят и охраняют наш погран. Поэтому слава погранвойскам, охранникам границы, они никогда не уходили с рубежей. И даже в окружении дородились до самого конца. Поэтому я специально искал много лет. Кто из пограничников добровольно сдался в плед во второй мировой? Таких не было ни одного. Или архивы настолько секретные, что их никто не выдаёт. Но я сомневаюсь, потому что тут так воспитаны, это в генах сегодня важно, да. Потом, в течение века были казаки. Вы тоже знаете, казакам за то, что они храняли земли. Земли русские платили только земельным наделам и синим порохом. Больше ничем. Все остальное делали не самое, охраняли и рубежи России. И погранвойска, ещё одно слово буквально про них. Если кто не знает, может и я уже сейчас по-другому. Может что бы охранять какие-нибудь наши посольства за рубежом. Но испокон веков и уже все годы советской власти, все наши посольства в любых частях света охраняли погранвойска. Почему? Потому что территория наших посольств считается территорией нашей страны. И охраняют их по должности своей погранвойска. В американскую морская пехота у нас погранвойска. И я скажу, что погранвойска лучше охраняют наши посольства, чем морская пехота, посоль США. Потому что вербуются на наших женщинах эти морские пехотинцы на два щелчка. А их потом выгоняют. Я в Америке в 87-м узнаю, что какой-то морской пехотинец ходил и ходил к какой-то девушке в Москве. На том, как бы повязало. Ничего особо с него не требовало. Как охраняется посольство, мы и так знаем. Но его увольняли со службы, там чуть не под трибуналом. Девушке, наверное, там медаль какую-нибудь дали. Это я не знаю. В Америке мы перепугались, потому что мы знаем, что за репрессия. Но не важно. Ну достойная девушка медаль-то. Интернационалистка ей богу надо. Ну вот такие вот дела. Так что пограничники и сейчас, и на службе. И я еще скажу то, что никто не знает, но 6 лет назад вышла книга, белая книга погранвойск. В Афганистане до начала афганских событий и после начала афганских событий пограничники не уходили с территории Афганистана. Так называемая зона ответственности 100 километров. На самом деле больше. Это мобильные группы пограничников, это мобильные группы погранвойск, и там гибли. Так вот, за годы афганных событий погибло более 500 пограничников. Об этом никто никогда не пишет. И книги, десантура, понятно, героическая все, пехота, естественно. А вот по разу ничего. И спецназ. Значит, Вымпел появился в 81-м году, спецназ КГБ. А вот Гвоздика, спецназ погранвойск, которые участвовали в событиях в штурме Габула, она появилась раньше. Теперь она, потом она стала называться Сигма. Потом ее звали там, враги. Дьявол из Герского, Герский генерал-тенант умер позав прошлом году, который создавал пограничный спецназ. Так что, с полным основанием, мы можем поздравить и себя, и всех зеленых с тем, что они есть. И нас с тем, что они есть. Так что, а второе, что бы я хотел сказать. Я же не могу не держаться, но всех это как-то касается. Тоже всенародное. Об Украине, об Восточной, о Западной. Вот я занимался тем, что сидел в интернете, или сам, или через кого-то, из друзей собирал информацию о том, что же там происходит. А вот там, потому что ребят из Вымпела и пограничников, имперских, советских, очень много и на Западной, и на Восточной. Они ни в чем не участвуют пока. Не потому, что им всем за 50, за 60, а потому, что умные народы, люди, старые воины, мудрые воины, тем более еще пограничники, тем более еще, как и уграничники, которые все всегда знали. Потому, что они всегда разведчики, они первыми ходят пограничники. Они и бой, если нужно, могут принять из парашютов, прыгнуть. И у нас есть морская, воздушная пограничная служба. И ничем не отличается от других, кроме того, что они всегда первые принимают бой и не уходят обратно, внутрь страны. А вот за границу, это запросто, вот мы и были по всему Афганистану, четвертый каскад, полторы тысячи пограничников, охраняли они нас, где по два, где по три, где по четыре, оперативных сотрудников разведки внешней. И я благодарен судьбе, что пограничники нас троих охраняли. Были залеты, конечно, типа там толкнуть ободеревать, чтобы что-нибудь себе купить, надо мной привезти. Но, в общем, мы у них учились, потому что я приехал весом 92 килограмма, неудобно. А эти уже пограничники, а эти уже пограничники, и пограничники, только я не мог. Они в Союзе служили в заставу горных, там и здесь. И на местном языке лучше, потому что половина узбеков живет там, половина здесь. Объясняли, в Дуганах, по крайней мере, там переводчиками не надо было, что-то купить там. Они где-то учились у них, и мы там с одним из друзей, Кобальта, это МВД оперативная группа, догоняли везде недели, бегали в город, туда и обратно. Тоже неудобно, управляясь по гранцальному, вот твои сапры тут впереди, я плекти сзади, 92 килограмма, до 78-ми сбросил, я и он, он еще больше вешал. И я представил себе, что такой пограничник службы, если так вот бегать по горам, два года или три тогда даже было, тут можно стоять невидимо. Ну вот, а теперь продолжая тему Украины, как я сказал в прошлый раз, вот, пожелал всем, не беспокойтесь, братцы, картошку пора сажать, морковку, как говорится, сажайте спокойно, никакой войны не будет, никуда никакие войска водить никто не будет. Не потому, что мы не можем, а потому, что этого не надо, потому, что Восточная Украина не определилась, там 50 на 50, потому, что Восточная Украина жила хорошо при любых режимах. Всегда после 91-го года, после 93-го. Там крупнейшие находятся заводы, значит, ну, допустим, я был на практике, в данном заводе в Харькове, танковый завод имени Малышева, который делал танки, и во Львове такой же завод танковый, потом тяжелом, это он сам, как, танкостроение завод, в Луганске тоже, в Луганске даже автомобили какие-то делал там был. Там все есть, а уже про Донбасс я не говорю, там шахтеры жили совсем не бедно, сейчас живут, и сейчас они колеблются. Не верьте всяким там репортажам, вот просто скажу, потому что это несколько смешно для меня, да? Я когда-то проходил, на самом деле, криминалистическую обучение, подготовку, там, скрытие, там, в институте вообще подрабатывал в морге Лефортовском, как и всем, 10 рублей за ночь, там, извините, за натурализм, побрить, одеть, помыть покойниками. Ну, а чего? 10 рублей, когда стипендии 55, это все много. И мы так движетесь по очереди. Так что я вижу, как выглядят прооперированные люди и вскрытые трупы. Когда он показывает этого губернатора, который в частной израильской клинике, его пробило от башки до задницы, там, ой, извините, ну, снайпер откуда-то там, в какой-то ветке его, кукушка какая-то подстрелила, и показывает он ее с охотными проводами. Ну, ребята, есть кто-нибудь в медицине, там, как-нибудь разбирается кто-нибудь, нет? Ну, а видел кто-нибудь, вот, после морга, после следственного медицинского обследования, там, как выйдет человек, готовый к кремации к чему-то, нет? Значит, тогда объясняю. Человек только что внутриполосной операции подвергнутый, не бывает зашит суровой ниткой, как мешок вот этот вот, жутовый, вот так вот, через край. И кроме того, шов должен быть смазан йодом. И дышать вообще, хоть ты там, у тебя и пулевой, но дышать-то нужно. Вот это голова-то одного, весьма проводами опутанный аппарат кислородный, а живот-то с трупа. Нет, нельзя обмануть. И показывает, что он так мучается там, в израильской частной клинике, а вернется опять к губернатору, и он через два месяца будет бегать. Кого он там, губернатор этот самый? Айреков. Да, вот, он вернется опять к губернатору, и он же не выходил из состава правительства. Типа вот так. Так что не всем можно верить. Я вот наблюдаю картину. В прошлый раз это было 15 апреля, да, наша встреча. Я шел сюда против честного пуха, где были все. Нацболы, как там называют. Были там анархисты, были коммунисты, были там нацисты. Тут что угодно, никто их не трогал. Все они кричали, поможем нашим братьям русским, поможем нам славянским братьям. Свободу Крыму, мы туда придем. Крым наш. А братьев у нас еще там 25 минут 10, даже без Восточной Украины. 15 миллионов за рубежом. Я не вижу стремления им помочь. Так, проскочило чего-то. Вот там добровольцев, пожалуйста, сказал из этой объединенного Новороссии. Не поддавайтесь, ребята, у нас еще тут дома дела есть. Каких добровольцев никого не требуется. Оружия там полно, оружия хватает, не мотыками не сбивают вертолеты. И жгут танки и бронетранспортеры. А пора он и есть. А то показывают чушь какую-то. Покрышки зажгли и все убежали. Дымы испугались. Ладно, портим. Сохраняем спокойствие. Давайте закончим. Не с вашего решения, я закончу с этой афганской войной. Потому что, ну, помнить-то надо про это. Скажу только одно. Все, что мы имеем на сегодняшний день и с Украиной, и с Курилами, и с развалом Советского Союза, мы все и с экономическим спадом, и вот с этой ерундой. В 1991-1993 году мы обязаны Афганистану, афганской войне. Поэтому, чтобы узнать, от чего у нас все так происходит сейчас, и от чего развалился Советский Союз, надо просто вспомнить почти 10 лет войны. Это мощный экономический удар, поддых Советскому Союзу. Это моральные разложения, в общем-то, чиновников, которые на этой войне наживаются. Они сейчас наживаются. На любой войне кто-то богатый, кто-то беднее. Это полное забвение. Это разродленное, мышно разродленное афганское движение. Никакого там афганского братства поминника существовало. А я, как бы, все это наблюдаю с 1984 года, после первой командировки в Афганистан. Так что, самое главное, братья-афганцы, все сохраняйте спокойствие. Тем более, когда до нас уже все решено. Я же не спрашивал уже, входить в Афганистан, не входи. А вот тут спрашивали референдум Советского Союза. Все проголосовали за распад. Против распада Советского Союза, сохранение. Но, тем не менее, он развалился и продолжает валиться по швам трещей. Нас опять никто не спрашивал. А раз так, давайте с этой войной покончим с афганской. Чего на раны давить. И тогда, я сегодня попытаюсь петь песни. Конечно, все не получится. Вся война не получается. Потому что, когда посмотрели, не хватит трех раз. Но вот я выберу те, которые, на мой взгляд, конец войны описывают. Последние операции, вывод, и несколько месяцев после вывода. Но начну на первом стоите. Я вас буду сказать, как мне администрации написали. Так, эта песня посвящена тому, вещи неприятные, но они были. У нас не было праздника 15 февраля сначала. Просто 9 мая, афганцы, война еще шла. Выходили, вставали, одевали ордена, у кого были формы, и вставали в колонны ветеранов войны. Это было. И ветераны их выкидывали из колонны. Что это такое у нас за война? Вот у нас война, а вы идите отсюда. До драки доходило. В Измирновском лесу, вот здесь, вон. Но молодежь не будет с ветеранами военно-социально-герами, где мы свои драться, просто их. Так вот, я по этому поводу много был по Москве в таких случаях. Я был координатором у Лагунова. Знаете, Московское объединение, когда я знаю, в Афганистане. Все ездил, поехал, смотрел, что происходит. Поэтому вот эта песня написана именно про это. Потому что есть война, любая война. И не по нашей воле мы друг друга не углеваем. И народ друг друга тем более. Есть приказ, его надо выполнять тоже. Поэтому любой солдат, невольник и заложник приказа и присяги, которые вручать негде. Что не говори, а мы с тобой, товарищ, Пороху понюхали тогда. Сквозь огонь боев и дым пожарищ Нас вела заветная звезда. Что не говори, а мы пройти сумели Все, что нам отмерила война. И не зря сегодня мы надели Наши боевые ордена. Что не говори, а мы пройти сумели Все, что нам отмерила война. И не зря сегодня мы надели Наши боевые ордена. Что не говори, а мы умеем верить В дружбу, закаленную в огне. И без слез оплакивать Потери, что же на войне, как на войне. Что не говори, а мы сильны, как прежде Верностью и честью фронтовой Верностью дороги и надежде Честью перед памятью святой Что не говори, а мы верны, как прежде Верностью и честью фронтовой Верностью дороги и надежде Честью перед памятью святой Что не говори, а мы с тобой, товарищи Пороху понюхали тогда. Сквозь огонь боев и дым пожар Нас вела заветная звезда Что не говори, а мы пройти сумели Все, что нам отмерила война. И не зря сегодня мы надели Наши боевые ордена. Что не говори, а мы пройти сумели Все, что нам отмерила война. И не зря сегодня мы надели Наши боевые ордена. Это потому, что война еще шла Это тот, кто только встречали Вернувшихся в Советском Союзе Не всегда здорово, некоторые не понимали А это о том, что происходило В Афганистане в этот момент Война-то продолжалась Мне говорили, что песни зверские Мы так не делаем, но я сам это знаю Сам это ведь Поймете, почему На незревых фронтах Необъявленных войн Нету пауз и нету антрактов Все гремит над сегодня Нескончаемый бой От затворов и танковых траков И прикладу плечом Претерпелось уже Принимая отдачу тугую Этой ночью утром На печенье бежали Принял в сердце Случайную бурю Он в разведку вчера Уходил налегке Пошутиру, что Афган Евролог Вижу стертый пауз На его сапоге Через влажный зрачок перископа Только слезы к чину И мужской разговор Припоменил его В другом И в душном Что прячется В трещинах Буря Не один Буря Насколько Мне значит Пленных Брать Значит Будут Благ Значит Будет Стервятником Пища Вон Селеной Лентой Ракета Пошла Мы Идем Тебя Слышат Мы Поднимем Тебя На сплетенных Руках Понесем До борта Вертолета Камни Падом Откликнется Эхо в горах На прощальный Салют Наши роды Камни Падом Откликнется Эхо в горах На прощальный Салют Наши роды На независимых Фронтах Не объявленных Воин Нету пауз И нету Антрата Все временно Землей Нескончаемый Бой Ляг затворов И танковых Драков Ляг затворов И танковых Драков Это песня Первого варианта Сейчас Войду Это о том Как Через сколько-то лет Встречаются ветераны Разговор Опять же Про афганскую войну Кончилась война Не кончилась Неважно Для них Она может быть И кончилась Возвращением На родину Кто-то Остался на войне Навсегда Ну вот Эта песня У меня есть старая песня Я пел Как-то Песня О встрече Школьных друзей Но я в следующий раз Когда лирика Дойдем До лихи Я его спою А это Начинается С всеми же словами Но это Совсем другой мир И другая жизнь Давненько мы Не собирались За тесным Дружеским Столом Мы где-то По свету Мотались Остали встречи На потом Ох, ребята Начали не с той Товарищ старый Другой Старый Боевой Товарищ старый Другой Боевой Мы где-то После Мотались Ты решила Нет Как там Я все На эту школу Школьные товарищи Соберут Теперь у меня Тату Попусти ее Попозже Давай Давай Дружище по одной Давай Дружище по одной Дружище по одной Дальней Дальней Мы не собирались Дальней Просили Слопотой Следующий Перейдет Так Я тоже еще Война не кончилась Но многие уже вернули Кто живой Кто раненый Кто в двухсотом Песня о них О всем За дальней Речкой За дальней Речкой За дальней Речкой Где пыль До жара За хребтом Дендугуша За каменной Сушью Послушай Послушай Как плачут ветра За хребтом Дендугуша За каменной Сушью Послушай 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 Как плачут ветра Военные голи Цветцовые горы Мои До походы До пули До кровь Это было Все было Обелиски Могилы Придай Женам силы Земная Любовь Это было Все было Обелиски Могилы Придай Женам силы Земная Любовь И часто Ночами Часто Ночами Ночами На Мат На Молчане Приходят Во снах Загорелые лица Ват До петлицах И пыль До ресницах И соль На Губах Загорелые лица Синва На Петлицах И пыль На Лесницах И соль На Губах Память О Града Открытая Града Афганистана Забыть Не отл vit Не даёт За хребтом Гентук кушер Над каменной сушью Послушай าม Послушай Xiao Так ветер Поёт За хребтом АПいた Гентук кушер Над каменной сушью Послушай Послушай осу ree Как ветер Это песня о Побратиме, звали ее Вадим Бурага, правый летчик СМИ восьмого. Он же был летчиком в Союзе и командиром звена, но однажды он полетел на день рождения жены, и залетели они в Иран, и поняли, что они в Иране только когда увидели двухэтажные автобусы на улице, когда благо выпили. Был большой скандал, ему грозил трибунал, нарушение воздушного пространства, и спас его боевой друг, тоже вертолетчик, ну асабист, Женя Матвеев, такой был, если тоже знаком, спас его, при условии ты появишь в Уганистан, понижение взвания с капитаном до старшего лейтенанта, и будешь летать просто командиром вертолета МИ-8. Был в Уганистан, потому что Камыск по шагу получил, чтобы не падать под суд там военный, еще что-то, вот они в Уганистан, героически воевали там, там я с ним познакомился, там с Вадим Бурагом повратался, там они оба и погибли. Вадим, Вадим погиб в 83-м, выгорел живьем, заболитый вертолет, когда они упали, Виталий Баламанов, майор, прожил еще две недели и умер. Через две недели в госпитале в Ташкенте, послав свою жену грубо и далеко. Ей сообщили, что он больно, сообщили, чем она приехала, ну в Ташкент у него было двое детей, ладно, жена. Вот моя супруга помнит, когда они там приезжали, помнишь, как я, Нина Бурага, тоже горна, не пережив и двух лет у мужа Вадима, они сюда, в Москву, перебрали. Она приехала туда, Валентина, это жена Камэски, ее упустили в палату, она сама нам рассказывала, черная месть какой-то мази, а когда у Литаук поднялся мнение, да, жене Вадима, что у него бы вернутся, и Вадим его забережет. И он все плакал и говорил, что вот я не сберег, ты сберег, я говорю, я вот виноват, она ему сказала, она сказала, я дура, зачем ему это сказал, мы слушали, Виталий, ты же свои дети, что ты там убиваешь по чужим? И вот он сказал, иди, сука, отсюда, сейчас умирать буду. Она обиделась, было через две минуты, побежали врачи, он уже был мертвым. Вот через что она просить ее не могла, и тогда и сейчас. Ну вот, когда его привезли, головешки там, мы в Пандемию, из ущелья там на Востоке, в город Кундуз доставили, там три головешки неопричим, но Ватун, там, Парсикарик тоже меня сгонял, там. Среди всех, ну, там, какие-то денежные, еще чего-то, еще лежала фотография, мы с ним втроем, и Юр, там, еще сфотографируется. Новогоднюю ночь с восемьдесят, второго на восемьдесят третий месяц, какая-то там, все еще живые. Там еще одна песня, например, спою, написано в эту же новогоднюю ночь, сказал Парасич. А здесь вот так, как мы с ним познакомились. Мы ошиблись в расчетах, их было пятьсот, а не двести, как нам сообщали. В кишмаке фарган уж, здесь второй батальон, пулеметы-метухи зажали. Отсекли батальоны огнем РП, два из них подорвались на минах. Залегли наши роты, прижались к земле, и осколки плясали по спинам. Слева, справа здесь кто, кто сейчас разберет, хуже нету такой заварухи. Из мечети, кто рулицы бьет, пулемет, не бежат, а зверевшие духи. Время двадцать в ноль-ноль, надо что-то решать. Скорость, ночь, наши шансы урежут. Без колес и брони нам кольцо не прорвают, а они нас теперь не поддерживают. Страха не было, только вселенская злость и расчет на везенье любое. Я потом уже думал, а если б пришлось затыкать пулемет тот с собою, Да, наверное, я б смог, аж олеп от тоски. Если смерть, то уж лучше, с почетом, только вдруг души. Полетела женщина, так знакомый напев вертолета. А мы ведь знали, вертушки на базу ушли за высокие гордые гряды. По какому приказу вернулись они, а еще перед самым закатом. Дальше все как по нотам взорвался эфир. Паритоновой крышей, комбатом. Измелькнулся распороты, но самим верт. И вот так вот поймались, ребята. Вот и все, вот закончилось все. Ничего, рух, товар, все отмечено справка к и сводке. Автор, лей, автор, лечи, что вытащил нас, Оказался моим откуда водкой. Да еще, москвича, ох ты, слава земля, Попротайся, что ли, ей-богу. Во осколка засела, в роте у меня, А его угорать, по-другому. Мы пока переди кроем сбежали в стакан И добавили спирта с водою. А начальник разведки, зеной капитан, И при этом при всем там адули. Этот диким покажется вам издали, Мол, с ума, что ли, нам восходили. А мы традиции с вами, с водями своей. Знаешь, что ты, человек? И потом, где они еще прожили бой, Все мы жили боями в Амаганере. Я в апреле в Россию вернулся, живой. А вот, погиб сентября, подальше. А вот, погиб сентября, подальше. Место между цифрами и слова, выполненные заданиями. Я сюда каждый год прихожу в сентябре, Обратим моим свиданиям. Так теперь я живу, не боясь ничего. Может быть за себя, может быть за него. Может быть за себя, может быть за него. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. 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 то же самое, возвращаясь к этой теме, на сегодняшний ночь, 82-83 год, мы отмечали на самый голубой клиент, потому что белая формула, почему-то вертолетчик синий, голубая такая. И стреляли просто так, тоже, значит, мы их пердевали, когда их приходили в город, на что-то штатское, аэропорт, но здесь подправляли эскадрильей по изобадской, ее называли по-разному, пьяной эскадрильей, там еще эскадрильей, еще какая-то, прочее. Но они летали и воевали, значит. И я просто писал, как всегда, там, на боевых листках, то, что я сейчас там спою, в качестве людей, я писал на боевых листках, потом вообще заснул, разбудил у меня Гиви, летчик. И он не Гиви, а он Соловьев, головой лет, ну а я Снегирев, я любил головой, Снегирев, Гиви в дочке у него была. Оделся в парашют белый, там, бормусы измочал, какую-то сделал, тюрбан на голове смотал, новые ботинки на шею повесил, и такой коммультук, значит, где-то на операции взяли, кривневый. И вот он дух изображал, и меня уже не бил, я даже не понял, кто это такой, если бы он не стал на этом ругаться. Вот на фарсе говорил, чего-то на батон, мол, сейчас пять вставаем. Ну вот, я встал, это писал, перерубил, сфотографировались, я написал эту песню. Ну и посвящается на моем друзьям вертолетчиком, и живым погибшим. Вот опять глядим мы на задание, режут мне вокруги лопасти, А внизу земля Афганистанья разлеглась в квадратиках полей. А внизу земля Афганистанья разлеглась в квадратиках полей. Но не верь, спокойствие ты вечное, вот уже к тебе под облаками тянутся прерывистые встречные, в огненные трассы до шика. Тянутся прерывистые встречные, в огненные трассы до шика. Никому судьба, какая воли подет, предсказать заранее не бери. Нам не всем ракеты Алые вы светят, право на посадку и на жизнь. Ни к чему гаданья и пророчества, и о прошлом тоже не жалей. Не спастись порой от одиночества, даже в окружении друзей. Но опять летим мы на задание, режет мне в округе попастей. И опять страна Афганистанья разлеглась в квадратиках полей. И опять страна Афганистанья разлеглась в квадратиках полей. Вот сидят ветераны 860-го полка здесь, значит они знают, что самое страшное после операции, колонны, скончалась в городе Файзабаде. Трасса жизни, которую начиналась в Советском Союзе, тянулась вдоль северной границы и заканчивалась в городе Файзабаде, в Бадакшахе, через две колонны. Но полку из 1960-го стояло, там, горючествательные бензин, солярку, все, что нужно для жизни, полка, боеприпасы, тоже нельзя было доставить автолётные самолёты. Мер на себе не убрал больше. Помню, как раздавали, как дрались за эти блестящие резинки местные. Но дрался кто? У кого дуканы с нищими, которые были, хазарецы, эти галоши все продавали с дуканами. Вот они отнимали у всех, пока не пришел к замбаду Юра Сороевич, говорит, с пистолетом вызвал, отобрал у этих всех торгашей галоши, поддул пистолетом, страшный, лысый наглый уже, обритый был, барыль еще вот такой, и отдал бедным там хазарецам все эти галоши. Ну муку раздавали, еще чего-то такое. Вот это заканчивалось колонной, эта песня называется «Колонны, я попал, два, водил колонны, Каба-2, в моей памяти, такой красивый, под метр девяносто, Слава Масловский, он был белый, как, не знаю, какой-то седой, не седой, а просто антенос, один класс в карьере, другой голубой. Причем колонны страшные, ему бы дали Героя Советского Союза, но он набил морду на очко, начальник политотдела, и за женщины, и Героя Советского Союза ему не дали. Но на то все ордена он собрал, там какие положены. Больше там, в год полагался один орден, больше 37 колонн, а за один только вот 82-й год провел. На колоннах потери большие, засады. Их вели до половины пути вели кундуские, как нас Игорь Плосконос, и это время разведчики. Принимал второй батальон. Вот размышления попал туда в эту колонну, там у них зампотер был Валерий Феофанович, а вот фамилия не помню. Мы просто с ним пили спирт, и водку в колонне без этого нельзя, значит, жаря, а потом с ума сойдешь, или непонятно, когда, чем кто взорвется, но там при этом поют. А так вроде все по наполевать, и о том о чем поговорить можно. Ребята, водители, водки не достать, дорогая она, но они, она шукурили, но мы на это закрывали глаза, потому что шок болевой, больше всего умеряют от него. А здесь вроде кожа движения небольшая, саперам не найдут фугас, который заклонен, так сиди и верь в то, что еще с тобой не случится, а лучше вообще. Написать я, но не всем должно тоже денег им все есть, и вот размышляю, и в виду мечтаю себе, размышляю о чем-нибудь, вот я и размышляю о себе. На основе этих размышлений получилось так и есть. И представьте себя, в 50-х градуса жара, скорость движения 5 км в час, на лебеднике в нашей колонии, бог на отчего, а у двух тактик, они расстреливают перед идущих, где-нибудь в ущелье на серпантине зажат, и конец колонии, и начинают расстреливать на выбор из гранатометов, всех остальных. И только вертушки прикрывают, если же нож с ним по дорогам, или колонии, когда шилку везут, развернутся по склону и кишлаку, неважно, откуда стреляют в общем. Ну вот, и мысли такие медленные и текучие, как колонии. Двух разных воин, едино суть, так говорил один комбат. Мы трассу жизни звали пупом, и с кулаканом Фейзова, там двое суток напролем, ползет колонна между ска, за поваром там поваром, за перевалом, за перевалом. Держись спокойнее, браток, на первой визерной цена. Здесь не Европа, а Восток, здесь в моде винная война. Сдремни, покуда твой черед подойдет на парни кусту, за поворотом, за перевалом, за перевалом, за перевалом. Кричи с досадой, не кричи. Здесь эти кричи ни к чему. Здесь ставят мины басмачи, известно богу окном. Не угадаешь, где рванет, под кем сработает запал. За поворотом поворот, за перевалом перевалом. Да нет уж, лучше не дремать. Успокоиться на том, что будет время вспоминать, когда до финиша дойдем. Пыль со скулы смывает пот, в глазах Магровый карнавал. За поворотом поворот, за перевалом перевалом. А где-то мир и тишина, и только фильмы о войне. А здесь отметилась война, пробойной в лобовом стекле. Сказал, бас награду ждет. А ты обеих не мечтал. За поворотом поворот, за перевалом перевалом. И кто-то там живет, как живет. Добрососедство и со злом. А ты давно уже забыл, что называется добро. Пыль со скулы смывает пот, в глазах Магровый карнавал. За поворотом поворот, за перевалом перевалом. Дилемма «Быть или не быть». Не для уставших наших душ, да мы просто дальше будем жить. Перевалив за гендукуш, он, прогудев над головой, вертушки в сторону ушли и перестроился конвой. Очнись, приятель. Мы нашли. Это называется рейд. Маленький рейд. Так, на пару суток, а потом возвращение. Посвящено, опять же, группировке нашей героической Бадакшанской долине, вещество-статый полк, плюс две маленькие подреждения спецназа и зачистки, укрепление народа и власти, и прочее, и прочее, и прочее, по распоряжению партии Новосоветника и прочих каких-то местных коммунистов, что иногда за эти достижения красные флашки на карте партии Новосоветника расплачивали жизнь у своих солдат. Абсолютно не нужно было ничего укреплять, ничего не делать. А от Бадакшан, у нас в стране, от Кундуза сколько находится? От Кундуза? А я сейчас скажу. Вон в Северо-Восточном, куда центр провинции нас был. А что тут? Кемолеетра 240 чем-то, наверное. 250. Слушай, а там же Баграновские были же. Дальше еще, 124 километра по прямой и в Кашель. О, понял. А, Багранов. Туда, на зеверну, на этом. Редактор. Багранов наших. Кашель на нашей территории. Так. Вот такой. Корше – это название «Кишлага», а речка Кокчай – это речка горная там ходила. Вот тогда все понятно. И солнце бьет с вершин, ручами маяка. Под кишлагом Корше – нависки облака. И топчет караван столетнюю трампу. Вот так Афганистан врывается в судьбу. И топчет караван столетнюю трампу. Вот так Афганистан врывается в судьбу. Под речкой Кокчай качается жара. И пахнут алычевые горячие ветра. Под каской котелком подуреет голова. Трещит под сапогом пожухлая трава. Призраком воды дурачит в гараже. А сколько до беды? Попробуй предскажи. Ну, кто не догадал, что сбудется вдали. А мы идем в гора пятнадцать шаровиков. Ну, кто не догадал, что сбудется вдали. А мы идем в гора пятнадцать шаровиков. Но нам некогда глядеть на место и как будет. А к вечеру успеть нам сразу предстоит. Мы с вами были бот и запах от ремней. И встретим Новый год в компании друзей. И дадим мой вопрос без усыков речков. Поднимем третий таз без шума и без слов. Ночная тьма, надо молодых рук рушить. И здесь дела, такая наша жена. Ночная была, надо молодых рук рушить. И здесь дела, такая наша жена. Это продлинный рейд, который вообще затерялся надолго. И задача так не была выполнена. Она и была невыполнимой. Невыполнимая, потому что не все заходили в Пакистан. И не всегда удачно. Например, в Бадаберах. Лагерь Бадабера, знаете. Это одна неудачная операция, которую провел спецназ. То туда зашли, охрану сняли, моста не подняли. Как бы пленные там были. Но их заблокировали напрочь. И расстреливали потом не только из артиллерий, а и самолетами. И фантомы поднимали пакистанцы. Бомбили вот этот свой лагерь. И содержались наши военные пленные. Погибли не только пленные. Погибли бойцы спецподразделения. Они не вышли в назначенный строк. Их, конечно, отрезали. И предпочли погибнуть. И этот рейд тоже неудачный. И длился долго. Но тут никто не умер. Никто не помер. Вот в этом, о чем мы сейчас поем. Называется «Двенадцатый рейд». Просто потерялся куда-то с карты. То ли в Пакистане, то ли куда-то забрели. Еще на озере Шибок. Никаках не было. Но это ощущение как бы. А ты мне того, кто участвует в этом рейд. Называется «Двенадцатый рейд». Двенадцатый день. Не спрятался в тень. Шагаю среди дыма и огня. Союз далеко, до Бога высоко. Рассчитывай, приятель, на себя. Союз далеко, до Бога высоко. Рассчитывай, приятель, на себя. Двенадцатый день. Как Аске на лекрень. Тропой в гор не тянемся пыля. И нам бы упасть. Надо спаться в спасть. Рассчитывай, приятель, на себя. И нам бы упасть. Надо спаться в спасть. Рассчитывай, приятель, на себя. Двенадцатый день. Натер плечо ремень. И тянет вниз тяжелые оброня. И шпляга легка. Воды на подлодка. Рассчитывай, приятель, на себя. И нам бы упасть. И нам бы упасть. Рассчитывай, приятель, на себя. Двенадцатый день. В подсумках парфюм. Они в бою надежные друзья. И нам бы упасть. Иначе ждет, но все пройдя и все перетерпя, вернется в свой дом и в жизни потом, рассчитывать он будет на себя. Иначе ждет, но все пройдя и все перетерпя, вернется в свой дом и в жизни потом, рассчитывать он будет на себя, лишь только на себя, лишь только на себя. Двенадцатый день, двенадцатый день, четырнадцатый день. Так, значит, бывали радостные дни и отдых по от нас независимым причинам, погодный и ледный, это когда радостный день, когда ты получаешь отпуск, ребята сообщают, явиться в кого-то тогда-то, и на пятьдесят два дня улететь домой, с учетом того, за день, конечно, добавлялся, и вернуться домой. И приятный бывает, когда ты, вернее, совсем неприятный, когда ты прилетаешь обратно до Кабула в Кузеле, Кузеле, это военный аэропорт в Ташкете, многие там через него проходили, знают, это в палатках, все вместе, всей толпой, значит, жарища, водка кончается быстро, даже то, что из Союза, контрабанды, и ведешь туда, там все выпивается. Местный пить можно, но теплый сигнал. Значит, в самолет прилетают, прилетают кому куда. Можно ждать неделю, но нет, туда, куда тебе надо, про его рейс. Через кого лететь не хочется, хочется быстро вернуться, не получается. В конце концов, каждый долетает, куда ему надо, с опозданием или досрочно, но можно прожить долго, и что там на этой музее пить в локу, купить песню, играть в карту, больше ничего там нет. Значит, ну вот эта песня, пересылка она называется, эта песня называется «Пересылка», написанная гораздо почтями после того, как я его взял из Афганистана. Значит, и, ну и, конечно, общение с местными дамами, потому что выходить ты куда хочешь иди, там, свободно, ушел за ворота и пошел бродить. А куда бродить? Ресторан, пока деньги, рубли есть, или Чехия. Ну, Чехия все дома, поставляли, когда приехали на отпуск, а здесь вооружены нашими деревянными туда, и в ресторанах, ну а чего иди. Военные авиации доставят без плана, даже платить никуда не надо, в Афганистане себя развезут, даже если не хочешь там, а садят и отправят. Ну, значит, и куда деньги тратить? Общаться с местными населениями. Вот такая песня, называется «Пересылка». Это тоже война, только ведь этот узель – последняя часть советской земли, родины. Белица там, они тоже, узбеки, таджики, одни и те же, что за рубежом, но тут свои как бы. Хотя с виду чистые душманы, те же там, как в том Алиготе. Ну, одно дело, ты девушку и женщину в Афганистане видишь, там, вот, чучело в парамже, и все, и тут сетка. А здесь наши, демократизированные, феминистские все, они ходят, открытые, в летних жарких снарядах, в ресторанах себя. Вот. Вот это же это. До Кабула, Турзели, я провалился неделю, найду, а не попробуй улети. Пропадал на пересылке, между песней и бутылкой, только встретилась девчонка на пути. Пропадал на пересылке, между песней и бутылкой, только встретилась девчонка на пути. Пересылка, пересылка, на ветру твоя косы Как сигнал на выход в море кораблю Пересылка, пересылка, поцелуй, проще, как не был день Но не буду говорить, что я тебя люблю Полевых погон распятия на тебе такое платье Пусть вечер повторился выпускной В легком сице зяблоплечи, для оправдываться нечем Наши судьбы перепутаны войной В легком сице зяблоплечи, для оправдываться нечем Наши судьбы перепутаны войной Пересылка, пересылка, на ветру твоя косы Как сигнал на выход в море кораблю Пересылка, пересылка, поцелуй, поцелуй, проще, как не был день Но не буду врать тебя, что я тебя люблю Самолет уходит в югу, да прощай мне дай мне руку Приглазая попутчица на всех на час Улетаю за судьбою, она бывает злою Но не хочется об этом не сейчас Улетаю за судьбою, она бывает злою Но не хочется об этом не сейчас Пересылка, пересылка, на ветру твоя косынка Как сигнал нам выход к море кораблю Пересылка, пересылка, поцелуй последний пылкий Но не буду врать, что я тебя люблю Закурил, а сердце рвется и со счастьем расстается Пусть оно еще продлится на чуть-чуть Самолет гудит устало, а ты у кромки более встала И рукой мне махнула добрый пуль Самолет гудит устало, а ты у кромки более встала И рукой мне махнула добрый пуль Пересылка, пересылка, на ветру твоя косынка Как сигнал нам выход к море кораблю Пересылка, пересылка, поцелуй последний пылкий Но не буду врать, что я тебя люблю Пересылка, пересылка, поцелуй поздней, пылкой, И все равно не буду врать, что я тебе люблю, просто война. Так это не про меня, это со слов товарища. Вот другая песня. Это песня человека, который уехал по служебному заданию в Уганистан. А потом я узнал, командировку зимой. И решил навестить старую свою школьную подругу, которая когда-то встречалась, как детская любовь, я уже знаю, миложеская, где-то в ней. Держали за руки, поцелуи, обнимание, пожелание, и ничего, не по-взрослому как-то, но тем не менее романтично. Вот он так просто мимо шел, взял на шоу, оказалось, что он живет. Вот это называется. Здравствуй, это я. Война не кончилась, но можно продолжить. Из песни понят, что и жули все. Здравствуй, это я. Прости, без приглашения. Но сегодня 5 февраля. Я хотел тебя поздравить с днем рождения, что домой не празднуешь. Подстоит немного на двери, глядешь на минуточку, прости. Так бывает в жизни у людей. Вновь пересекаются пути. Да, я заглянув в твои глаза, помнишь, я когда-то в них тонул. Помнишь, как разлуку нам однажды догадал? Авиабилет, Москва, Кабу. Сколько зим и сколько долгих лет. Если год за три пересчитать. Я не упрекаю, что ты нет. Не имею права на пределах. Как живешь? Надеюсь, все в порядке. Замужи, писатели, друзья. Помнишь, как с тобою, с тварем по аркею, Прятались под кневодом от дождя. Я запомнил вкус того дождя. На губах испуганных тварьих. Не смотри тревожно на меня. Я от этих губ почти отворю. Очень изменился. Что же может быть? Старин нас чужая сторона. Там живут, не прячутся судьбы. Потому до срока седина. Что тебе рассказывать, Расскажешь о войне. Да стоит ли рассказывать сейчас? В следующий раз я все скажу тебе. Если будет, в следующий раз. Счастлива ли ты? Вопросы с кино не ты. Где героев сводит? Хэппи-энд. Так с кино, а в жизни проездные документы. Снова на кабулу через Ташкет. Вон гудит таксист, не может больше ждать. Видно, мало дал ему на чай. Вот и все, меня не надо провожать. Я пошел, будь счастлив, прощай. Вон гудит таксист, не может больше ждать. Видно, мало дал ему на чай. Вот и все, меня не надо провожать. Я пошел, будь счастлив, прощай. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И про 31 июля, пожалуйста, объявление. Значит, сам не знал, но я не знаю, радоваться или нет, сейчас вы, скажите, значит, мне тут наши администраторы сказали, что 31 июля, оказывается, еще этот концерт сегодня мы здесь. Я вас приглашаю, это как раз будет и на конуне Дня морского флота, и на конуне славного праздника ВДВ, и у нас семейный еще юбилей, практически 40 лет совместного времени, так что, ну, вот, мается со мной человек, полковича же офицерского. Спасибо.